Спасибо большое за приглашение выступить на этом мероприятии в стенах Нии Петровой. Мы всегда очень рады, когда нас приглашают. Сегодня мой доклад будет посвящен скорее теме, как сделать так, чтобы пациенты не доходили до Анны Игоревны. Но я думаю, что она даже обрадуется этому, как выявить всё на ранней стадии и избежать вот этих вопросов с дорогостоящим лечением и с необходимостью найти какие-то деньги на это лечение. Значит, ну, актуальность проблемы, наверное, в этой аудитории обсуждать не надо. Хотела только отметить, что если мы берём все опухоли кожи, потому что мы, как драматологи, смотрим наш орган в целом, все злокачественные образования кожи являются наиболее часто встречающейся онкологической патологией, составляют 14,2% всей онкологической патологии. К счастью нашему с вами, наших пациентов, меланома здесь занимает не такую уж большую часть. Несмотря на это, динамика показателей впервые установленных в жизни диагнозов меланомы базально-клеточного рака кожи Т-клеточных лимфом, она медленно, но неуклонно растёт. Здесь представлены данные 2016 года, то есть рост есть. И красным отчерчена та линия, под которой выявлены пациенты на первой и второй стадии от пациента с наиболее благоприятным прогнозом. И, к сожалению, что касается меланомы, есть тот процент пациентов, которые выявлены на 34-й стадии, как уже говорилось, таких пациентов в России больше, чем нам хотелось бы видеть, которые впервые выявлены уже на этой достаточно поздней стадии. Почему мы так привязываемся к стадии меланомы? Потому что действительно нам важна вот эта вот часть таблицы, это пятилетняя выживаемость. И если мы с вами диагностируем опухоль у нашего пациента на первой стадии, мы ему можем практически гарантировать пятилетнюю выживаемость. В медицине гарантии бывают редко, но здесь это действительно тот случай. Когда мы нашего пациента определяем вот в этой стадии, здесь уже, конечно, пациент будет проходить длительное дорогостоящее лечение, и результат этого лечения при всех возможностях может быть достаточно адекватным, нежелательным. Что мы еще видим? Мы видим, что заболеваемость по меланоме неуклонно растет, и темпы заболеваемости по меланоме, они превышают средние темпы по всем злокачественным новообразованиям. И что еще неприятно, это то, что прирост смертности при меланоме в разы превышает. Прирост смертности, если мы берем среднее по другим онкологическим заболеваниям, конечно, это ситуация, которую в наших с вами обязанностей, в наших с вами руках исправить и повернуть немного, ну, вспять, так скажем. Зная вот эти все данные и учитывая важность ранней диагностики, Минздрав у нас выпустил приказ, в котором четко регламентированы сроки маршрутизации пациентов, что будет обеспечивать в итоге увеличение процента пациентов, выявленных на первой и второй стадии заболеваний. Здесь мы говорим о меланоме, о других злокачественных новообразованиях и приводить к снижению смертности от заболеваний. Если суммировать вот эти вот все, да, все, все количество дней, оно где-то в среднем приводит к 30 дням. То есть 30 дней должно пройти с момента первого обращения пациента с злокачественным новообразованием до момента начала лечения. Не до установления диагноза, а до момента начала лечения. В свою очередь разработаны алгоритмы движения пациентов, карта маршрутизации пациентов. В Санкт-Петербурге и в других городах установлены уровни оказания медицинской помощи по онкологии, которые должны соблюдаться и которые вот в эти сроки должны попадать. Почему это важно? Есть вот такая прекрасная публикация, это американский журнал «Дерматология» 2018 в год, в которой показано, как отсрочка хирургического лечения у пациентов с первой, с благоприятной стадией меланомы приводит к ухудшению прогноза выживаемости. Вот если у нас пациент где-то застрял, так скажем, на 30-60 дней, то 5% этих пациентов уже будут иметь более плохой прогноз. А если у нас пациент застрял на 120 дней, а в принципе это всего лишь 3-4 месяца, да, как у нас пациент уехал на дачу, да, вернусь к вам в сентябре, вот, то процент тех пациентов, у которых прогноз ухудшается, это 30-40%. Поэтому наша обязанность маршрутизировать этого пациента, соблюдая вот эти вот сроки, которые установлены приказом, они абсолютно точно мотивированы с точки зрения данных доказательной медицины. Ну, взаимодействие драматолога и онколога. Значит, что мы видим? Как у нас выявляется меланома? Меланома у нас чуть-чуть по-разному выявляется у мужчин и у женщин. Значит, давайте начнем с женщин, как-то вот они более позитивные, они самостоятельно. В 69% случаев у себя находят что-то и обращаются к врачу. Вот, у мужчин этот процент значительно ниже, это 47%, поэтому дальше мы будем говорить о том, что есть определенные риски у определенной группы мужчин. Врач выявляет, значит, так, давайте вот сюда начнем. Значит, супруг только в 3% случаев помогает нашим женщинам выявить какие-то недостатки на коже, а вот супруга – это такой наш помощник. Поэтому в 18% случаев мужа за ручку приводит супруга, который что-то беспокоит. Как всегда мужчина говорит, мне ничего не беспокоит, да, беспокоит мою жену. Поэтому прислушиваемся к тому, что беспокоит его жену, потому что вот действительно процент очень высок. Это выявление докторами первичного звена 19-12%, но и какие-то другие варианты, какие можем представить, на них тоже есть определенные проценты. Значит, что здесь показано? Вот выявление меланомы с изъязвлением, когда толщина опухоли 6 мм, это уже очень поздно. Десятилетняя выживаемость достаточно низкая. Даже при всем нашем лечении наша задача выявить вот такие вот опухоли кожи меланцитарные с толщиной достаточно маленькой и с хорошим прогнозом для данного пациента. Значит, что мы оцениваем, когда приходит к нам пациент? Мы можем оценить, как драматологи, индивидуальные факторы риска. Первый – это фототип по Фицпатрику, первый, второй, третий фототип – это светлые, бледнокожие, иногда с русыми волосами, с рыжими волосами, голубые глаза, зеленые. Это те люди, которые плохо устойчивы к ультрафиолету, у которых нет естественной защиты, и это действительно группа риска по развитию злокачественных новообразований кожи, в том числе и меланомы. Более 25 приобретенных невусов таких пациентов достаточно много. Тогда, если мы смотрим на этих пациентов, мы используем правила гадкого утенка, то есть мы смотрим на все невусы вместе и ищем какие-то невусы, которые не похожи, не стандартизированы с невусом пациента. Нельзя сравнивать одного пациента с другим, каждый индивидуален, поэтому ищем гадкого утенка внутри одного пациента. Наличие атипичных диспластических невусов, наличие гигантских врожденных невусов, вот такие, как здесь показано, является фактором риска развития меланомы, поэтому эти пациенты находятся у нас под наблюдением, именно у нас, у дерматологов, иногда у онкологов, но это отягощает. Вот, абсолютно такой пациент сразу не отправляется на удаление, тут очень сложное удаление. Это наблюдение длительное в течение всей жизни. Иммуносупрессивные состояния любые, либо заболевания, либо индуцированные приемом препаратом. Пожилой возраст, 60 лет и более. Вот, что очень важно, меланома в анамнезе у родственников, первой степени родства, либо наличие в анамнезе у самого пациента меланомы. Это два вопроса, которые вы можете задать, пробегая просто там, не знаю, по анамнезу, пока пациент раздевается. Была ли у кого-нибудь меланома из родственников? У вас опухоль кожи какая-то была? Всё, вы либо включаете пациента в группу риска, либо исключаете пациента из группы риска. Ну и ультрафиолетовое облучение. Здесь принципиальный момент – это солнечные ожоги в детском возрасте. Мутации имеют накопительный характер. То есть, если ребёнка в возрасте до 7 лет получил солнечный ожог второй степени, то риск развития меланомы в течение всей жизни резко возрастает по сравнению с другой популяцией. И, соответственно, это уже не исправит. То есть, назад дороги нет, поэтому думаем вперёд. Посещение солярия мы, как дерматологи, пытаемся как-то очень аккуратно, не обижая наших пациентов, сказать о том, что белая кожа – это хорошо, загорелая кожа – это не очень хорошо и не очень полезно. Ну и наличие признаков фотоповреждения на коже, которые мы можем оценить. Даже если наш пациент говорит, нет-нет, доктор, вы что, я никогда не загораю. Но пациенты, у которых много признаков фотоповреждения, таких как актинический кератоз, эластоз кожи, кожаный рог, меланоз, добидюбрейля, солнечная лентига или крупные веснушки в верхней части, спины – это всё нам будет говорить о том, что пациент чуть-чуть что-то от нас, наверное, утаивает. Значит, наследственность. Тут вот как раз Анна Сергеевна говорила вот об этих мутациях. Это мутация CDKN2. Семейная меланома или ФАМ-синдром, синдром множественных диспластических невусов. Это семьи, в которых у двоих или более родственников имеются меланомы, диспластические невусы. Здесь риск развития меланомы у данной категории пациентов, у их родственников возрастает, поэтому это тоже пациенты группы риска, которые требуют наблюдения более тщательного, нежели другие пациенты. То есть это ещё не пациенты-онкологи, у них нет на данный момент онкологической патологии, поэтому это наши с вами дерматологические пациенты, которых мы наблюдаем. И другие мутации, которые тоже могут быть выявлены, но 50% данных пациентов могут быть и не выявлены, которые приводят этих пациентов в группу повышенного риска. Ну, клинические проявления достаточно всем известны. Не знаю, тут не стоит останавливаться. Бессимптомное течение чаще всего меланома до развития уже изъязвления ничем не беспокоит, не чешется, не болит, может возникать как ДНОВА, так и существующих НЕВУСов. Если читать статистику, 20 на 80, причём у одних авторов 20 ДНОВА 80 из НЕВУСов, у других 80 ДНОВА 20 из НЕВУСов, давайте садимся так, 50 на 50. Поэтому вот эти требования родителей удалить ребёнку все НЕВУСы абсолютно не имеют под собой, они беспочвены, даже если мы ребёнку или взрослому человеку удалим все НЕВУСы, это не гарантирует ему отсутствие меланомы в течение жизни. Поэтому успокаиваем родителям, говорим, что есть другие, более цивилизованные способы работы с этим. В зависимости от типа, это нам в первом докладе всё рассказали, что не только открытые солнце, подверженные солнцу участку, и также закрытые участки, чаще всего проявляются пигментным пятном, папулой бляшкой, беспигментные меланомы – это наш страх, это наша, так скажем, проблема. Признаки АБЦДЕ, ну и когда меланом уже начала кровоточить ботерозированной покрытой коркой, когда оттуда выпали волосы, как все ждут наши пациенты, да, это уже достаточно запущенная стадия, то есть ни в коем случае мы, как специалисты, не должны этого ждать, и наших пациентов на это настраивать не должны. А факторы риска – здесь хочется отдельно поговорить об ультрафиолетовом облучении, потому что сегодня в конце лекции я бы хотела много сказать о том, как мы можем профилактировать, потому что к нам будут приходить не всегда онкологические пациенты, к нам будут приходить то, что вы назвали словом «граждане», да, те люди, которые не являются больными с онкологической патологией кожи, и которые могут ещё себя защитить. Значит, на приёме у дерматолога, вот это очень тоже важный слайд, полный осмотр пациента поможет выявить меланому на более ранних стадиях. В Соединённых Штатах Америки есть такая процедура, которая называется Total Body Skin Check-Up. Это полный осмотр кожи, когда пациент приходит к дерматологу только на эту процедуру. Это платная процедура. Ординаторы обучаются, как её проводить. Пациент полностью раздевается, переодевается в специальное бельё, и дальше каждый ординатор знает те позы, в которых надо смотреть пациента, для того, чтобы максимально были видны все участки кожи. Потому что понятно, что спину и живот легко осмотреть, да, но у нас есть внутренняя поверхность бедра, у нас есть паховая область, у нас есть ладони, подошвы, то, что взгляд пробегает. У нас есть волосистая часть головы. Вот на этом осмотре проводится осмотр полностью всего тела. Рекомендовано делать это один раз в год для пациентов, которые не состоят в группе риска, и два раза в год для пациентов, которые состоят в группе риска. Что такое группа риска? Значит, мужчины, первый-второй фототип старше 50 лет, ну вот первый-второй фототип светлая кожа, более 25 приобретённых невусов, более 5 атипичных невусов, и меланома в анамнезе у родственника первой степени родства, либо меланома в анамнезе у самого пациента. Осмотр один раз в 6 месяцев, вот такой Total Body Skin Check-Up. Пример. Пациентка обратилась к врачу-дерматологу, пришла к вам абсолютно по другой причине. Обострение атопического дерматита. Раздеваем пациентку, смотрим в межлопаточной области на спине образование, которое, конечно же, глаз врача-дерматолога не мог не заметить. Вот оно в приближении, вот оно в дерматоскопической картине. Пациентка направлена по этапу маршрутизации к врачу-онкологу. И ждём заключения, но, скорее всего, здесь будет достаточно чёткий диагноз меланомы с дальнейшими прогнозами уже на основании стадирования. Что здесь хотелось бы сказать? Во-первых, когда смотрите пациента, пришедшего к вам по другому заболеванию, смотрите всё. То есть не каждый придёт просто показаться, как в день меланомы на предмет наличия каких-то меланоцитарных. Пациент приходит со своей проблемой. Уделите время. Если есть такая возможность, разденьте пациента, посмотрите всё. Ваш глаз экспертный. Вы это видите. Вы будете большим экспертом, чем пациент и его супруга или супруг. И второй момент. В этой ситуации маршрутизация у нас пошла достаточно стандартно. Мы отправили пациентку к районному онкологу. Районный онколог дал направление в специализированный стационар. В специализированном стационаре пациентка получила направление на обследование и госпитализацию. Здесь мне кажется, что этап районного онколога был немножко избыточный. Почему? Потому что мы, как дерматологи, достаточно хорошо знакомы с этими кожаными проблемами. Наличие дерматоскопа, о чём вы говорили, входит в стандарт лицензирования кабинета дерматолога и косметолога, подразумевая то, что мы этим умеем пользоваться. Наверное, в Санкт-Петербурге не осталось врачей-дерматологов, которые не умеют пользоваться дерматоскопией. Регионы нас быстро догоняют, потом начнут обгонять, поэтому мы держим марку, постоянно обучаемся, постоянно экспертный свой глаз держим. Поэтому, в принципе, уровень районного онколога, наверное, соответствует, может быть, даже не превышает уровень дерматолога. Поэтому здесь в маршрутизации можно провести такое сокращение, но пока по законодательству мы отправляем к районному онкологу. Много сегодня показывали. Тут, как это смотреть, надо всегда смотреть, надо много. Поверхностно распространяющаяся меланома, надулярная либо узловая меланома, злокачественная лентига, лентига-малигна, акральные меланомы, подногтевая меланома и беспигментная меланома сложно дифференцировать, но подсказкой может быть рост изменения во времени. Дерматоскопия уже сказала, все должны владеть дерматоскоп, должен обязательно быть в каждом кабинете. Это требование. Фотографирование всех поверхностей тела в стандартных позах сейчас очень часто обсуждается. Может быть, не скрининговое для всех пациентов, но, по крайней мере, можно это начать делать для групп риска. Для этого есть определенное оборудование. Поза действительно такой какой-то большой экспертный совет разрабатывал, стандартизировал, для того, чтобы, опять же, были видны все части тела, все проекции кожи. Дополнительно, цитологическое исследование не входит в стандарт обследования. Дополнительно, я спросила у нашего гистолога, нет той информации, которую мы можем почерпнуть из него. УЗИ на аппаратах экспертного класса, когеретная, оптическая томография, конфокальная, сканирующая микроскопия. Это все пока что дополнительные методы, которые еще пока не широко используются. Самообследование. Во всех странах самообследование пациента является стандартом. Здесь хорошее освещение зеркала в полный рост, либо зеркало с ручкой маленькое, стул. Этого достаточно для того, чтобы пациент провел вот такое вот простое самообследование. По шаговой картинке всегда прикладывается. Рекомендовано ежемесячно проводить, особенно при наличии факторов риска. Пациент ориентируется на вот эту вот классификацию АБЦДЕ для того, чтобы понимать, что смотреть. Есть даже вот такие карты разработанные. Это Соединенные Штаты Америки, Американская ассоциация дерматологов. Это напоминает, что такое АБЦДЕ, как смотреть, картирование, чтобы пациент мог помечать. И здесь нумеруем и отмечаем размер, диаметр, тип. То есть вот такое вот самомейпирование, но достаточно может быть эффективно. Время цифровых технологий. Все то же самое можно делать в различных приложениях. Многие компании работают над этим для того, чтобы это все было автоматизировано. Но это даже больше нравится нашим пациентам, особенно в молодой когорте. Ну вот мы сегодня много говорили про лечение, которое такое дорогостоящее, серьезное. Нобелевские премии, все замечательно. Но вот здесь вот один такой маленький и скромный камушек лежит. Это профилактика. Ничего не может быть проще, чем защититься от солнца, одеть шляпу, очки, не быть на солнечном свету посередине дня. Это недорого, это безболезненно, это не имеет побочных эффектов. Это то, о чем и мы, и наши пациенты забывают. Что хотелось бы напомнить. Мы все с вами, наши пациенты, очень все хорошо знаем про ультрафиолет-Б. Но сейчас большое внимание очень уделяется ультрафиолетовым лучам А. Ультрафиолет-А, видимый свет и инфракрасное излучение, это то, что у нас проникает глубже, проникает в дерму. Ультрафиолет-Б проникает только в эпидермис. Если мы говорим про ультрафиолет-С, то он в норме задерживается озоновым слоем. Ультрафиолет-А составляет 95% всего излучения. Он проникает через стекло, если стекло не защищено специальной пленкой. А также он действует, он излучается в течение всех световых суток, то есть с восхода до заката. Ультрафиолет-Б это 5% излучения, не проникает через стекло. И есть пиковое значение с 10 утра до 16 часов дня, когда максимальная нагрузка УВБ идет, в остальные часы это более спокойное. Поэтому все современные средства имеют не только СПФ, солнцезащитный фактор. Многие пациенты у нас просят объяснить, что такое СПФ, да, там 50, не 50. Ну вот такое простое объяснение. СПФ указывает во сколько раз дольше по времени вы можете находиться под солнцем без получения ожога при использовании средства с данным значением СПФ по сравнению с тем, когда средства отсутствуют. Если так вы сгораете за минуту, так вы сгорите за 50 минут, если СПФ 50. То есть это для пациентов как-то становится более понятно, и они начинают там что-то себе высчитывать. Не менее важно это индекс ППД, который сейчас стал появляться на современных средствах, который блокирует, точнее, это не блокирует, а это индекс, который говорит о защите при использовании данного средства от именно ультрафиолетового облучения лучей типа А. И ППД – это величина от 8 до 46, это процент количества заплакированных УВА лучей. Переводится как Persistent Pigment Darkening, то есть определяется как потемнение кожи при облучении ультрафиолетом А. Все мы знаем, что у нас солнцезащитные средства имеют два варианта действия. Это физический экран, отражение света, оксида цинка, диоксид титана и химические экраны. Химические экраны – это то, что предотвращает поражение клеток. И если мы смотрим на вот эти вот слайды, то наиболее современные средства, они имеют комплексы и антиоксидантные, и комплексы, которые дают оптимальную защиту от лучей, которые направлены на снижение повреждений и репарацию клеток. Значит, что могут солнцезащитные средства? Они могут предотвратить выработку супрессора раковых заболеваний П53. Этот маркер сильно повышен у пациентов, например, с базально-клеточной карциномой, плоскоклеточным раком, могут подавить выработку РНК и альфа-меланоцид-стимулирующего гормона и иммуносупрессивного медиатора интерлекина-10, тоже химическим путем использования определенных химических веществ, а также предотвратить экспрессию генов окислительного стресса, таких как гены металлопротеиназ, которые разрушают коллагены, и других тоже веществ, которые разрушают дерму, приводя и к онкологическим заболеваниям, но и к фотостарению кожи. Но в конце в итоге хочется сказать, что важным является правильная маршрутизация пациентам с подозрением на меланому и четкое соблюдение сроков, которые указаны. Меланома может быть результатом олигнизации невеса или появляться ДНОВА. Среди факторов риска появления и дальнейшего прогрессирования ведущую роль занимает ультрафиолетовое облучение, и меры, предпринимаемые с целью профилактики развития меланомы, направленные на раннюю диагностику, могут в прямом смысле слова спасти вашему пациенту жизнь. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.